Да, хорошо, спасибо. Добрый день. Хотелось бы, прежде чем мы начнем о чем-то вещать, немножко представиться, сказать, кто мы такие. На сегодняшний день Украинский экологический альянс – это, наверное, самое крупное объединение предприятий, которое занимается управлением отходами. То есть мы по факту вывозим мусор на сегодняшний день. Для того, чтобы понять величину этой ассоциации, нужно представить следующее. В Украине всего образуется 16 миллионов тонн, назовем их так, отходами, твердых бытовых отходов. И мы вывозим 1 миллион тонн. То есть где-то 350 автомобилей ежедневно выходят на линию ежесуточно и вывозят определенные объемы в 17 городах Украины. На самом деле это самое крупное объединение, которое существует в Украине, самое профессиональное. В него входят, ну скажем так, кроме большого количества украинских компаний, еще мировые лидеры – Виолия, Умвельт, ну и прочие другие. То есть те, которые сегодня на мировом рынке тоже понимают, что такое возить мусор. То есть мы на сегодня пришли к вам сказать несколько тезисов относительно ситуации, которая происходит во Львове. Прошел год, и мы хотим посмотреть на эту проблему, предложить посмотреть на эту проблему, как на проблему всей страны, в общем-то. То есть мы не видим это в контексте одного лишь Львова, мы видим это в контексте всей страны. Что именно? Смотрите, ежесуточно Львов продуцировал около 600 тонн мусора. То есть по факту это где-то 30-20 тонн машин. И они, все эти 200 тысяч тонн куда-то, ну в общем-то 200 тысяч, потому что в течение года, да, то есть они куда-то легли, то есть они куда-то делись. Уже в течение, то есть у человека, у города, как и у человека, есть некая такая потребность физиологическая, город в любом случае продуцирует мусор. И в результате того, что Львов прожил целый год, родилось 200 тысяч тонн мусора, которые каким-то образом разъехались по Украине. И на сегодняшний день вот наша ситуация, о которой мы бы хотели сказать, да, хотели бы мы сказать следующее. То есть когда была революция, 14-й год, все абсолютно до единого человека кричали «Восток и Запад вместе», «Мы — единая страна» и прочее, прочее другое. А как пришла беда на львовскую землю, то сказали «Нам вашего сметяны треба». Получилось по факту «Наша хата с краю». И журналисты, ну вот тоже подыграли, в общем-то, в своем смысле, да, то есть нужен был интересный пиар-повод. И он получился пиар-повод. Вот смотрите, мол, возят львовский мусор по другим городам, да, то есть в какой-то степени подыграли этой ситуации. И возникла эскалация среди населения, население стало становиться живыми цепями и блокировать вывоз мусора в другие города. По факту, скажем, ну, это не совсем правильно, не совсем честно, не совсем, ну, скажем так, корректно по отношению к львовянам. Потому что физически ситуация, которая на сегодня существует во Львове, ну, поверьте, полигоны в таком же состоянии почти в каждом городе Украины. Вот в таком же состоянии, они там плюс-минус ничем не отличаются, и львовская ситуация может повториться, не дай бог, ну, в любой момент, в любом городе. И вот надо еще сказать несколько слов про этих 200 тысяч тонн, знаете, вот они не ушли в никуда. То есть они где-то все-таки, скажем так, осели, да, и на сегодняшний день кто-то даже на этом заработал, очевидно. Ну, есть такие подозрения, в общем-то. Мы хотим понимать и хотим предложить некую систему, в которой мы бы, ну, скажем так, сегодня видим решение вопроса. То есть если правильно сегодня говорить, завод или, ну, любая, они называются инсталляцией, либо объекты пободжения с ветхода, они не возникают из ниоткуда. Это все равно год или два нужно строить. Вот с той точки, где мы находимся сегодня, нужно год или два строить. И сегодня другого способа, кроме как, например, вот есть там список, ну, я думаю, в интернете есть, 100 наибольших городов Украины. И если каждый город примет одну машину раз в три дня, то на самом деле экологическая ситуация конкретно в этом городе не изменится. И конкретно в этом городе ничего хуже не станет. Мало того, я хотел бы, ну, скажем так, подчеркнуть, что сегодня все равно этот мусор приезжает в эти города. То есть он приезжает каким-то другим способом, но мы бы хотели, чтобы это было цивилизованное обращение с отходами. Мы будем обращаться по результатам этой пресс-конференции к 100 наибольшим городам Украины и предлагать мэрам, чтобы хотя бы одну машину раз в два-три дня они брали. Одно дело, когда директор коммунального предприятия, там, свалки, на котором расписался, что он принял эту машину, а другое дело, эти машины уходят в неизвестном направлении. На наш взгляд, это проблема, которую наша страна должна решать все вместе. И вот, скажем так, повторить вот этот лозунг, что Восток и Запад вместе. То есть не говорить о том, что моя хата с краю. Потому что сегодня то ли это, скажем так, удобный был пиар-повод, то ли это на сегодня кому-то, скажем так, хотелось сенсации. И таким образом люди привлекали к этому внимание и заэкологизировали эту ситуацию в такую сторону, когда мэры городов, хотя по первому времени и хотели бы, сегодня уже отказываются принимать этот мусор, хотя реально, физически, на сегодня его в течение двух-трех, наверное, чудо не произойдет, полугода максимум, что можно построить быстро сортировочную какую-то линию, не произойдет. Чудо этого не произойдет, поэтому очень важно его сегодня распределить, а не оставлять львовян в такую 28-градусную жару сам на сам с этой проблемой. Ее нужно решать, ее нужно решать комплексно всей страной и правильно ее модерировать. Кто мы такие и почему мы, скажем так, затронули эту проблему? Мы понимаем, что такое возить мусор мусоровозами, понимаем, как осуществлять логистику или биллинг, или контролинг этой ситуации. То есть если сегодня появится, скажем так, воля у мэров городов принимать этот мусор, мы готовы быть той силой профессиональной ассоциации, которая, скажем так, отмониторит абсолютно каждую машину, чтобы она легла именно в тело полигона, чтобы они не легли на свалки, на неизвестные полигоны, а именно легли в правильные, ну или предусмотренные места захоронения. То есть наше предложение в этой связи, то есть мы готовы осуществлять биллинг и, что называется, корректно отмониторить доставку каждой машины, если на то будет воля других мэров других городов или просто горожан на самом деле, чтобы одну машину один раз в три дня львовского мусора они у себя приняли. Я думаю, львовяне это оценят, потому что, ну, я думаю, что никто бы не хотел в 28-градусную жару жить в том состоянии, в котором они на сегодняшний день живут. Мусор, в принципе, в Украине, вы понимаете, он не растворяется из ниоткуда, то есть, вернее, не растворяется в никуда, и его, скажем так, в любом случае нужно вывозить. Следующее, что бы мы хотели сказать, почему так произошло? То есть у нас, скажем, за 26 лет нашей независимости, к сожалению, вот, ну, если посмотреть немножко статистику, то выборы происходят в среднем раз в 8 месяцев. И всегда, когда возникает вопрос, то ли местные выборы, то ли партламентские, то ли еще какие-либо, да, сейчас вот громады будут перевыбирать, и всегда, когда возникает вопрос, давайте же, скажем так, повышать тариф или доводить его до экономически обоснованного, все говорят, ну, как бы перед выборами нельзя. И вот 26 лет мы в стране раз в 8 месяцев выборы, и не нашлось политической силы, не нашлось человека, который бы, скажем так, физически сегодня взял на себя смелость привести тарифы к экономически обоснованным на сегодняшний день, чтобы можно было их правильно захоранивать. Это привело к тому, что, ну, цивилизованный полигон построить нельзя, переработающий забот построить не за что и так далее, и так далее. Несколько цифр, да, то есть в Европе, например, среднестатистически тонну мусора принимают 50 евро. В Польше там 260-350 злотых. Я не говорю о том, о сжигании, сжигание сегодня вообще очень дорогое, там 80 евро, 120 евро. Минуточку, вот на секундочку, чтобы вы себе представили, где мы живем, в каком пороге. На сегодня, по состоянию на сейчас, пока мы с вами говорим, мусор в Киеве, в городе, принимают по 3 евро. Вот завод энергия и там пятый полигон, то есть 3 и 50. Вот та разница, это цена, на которую на сегодняшний день можно было бы построить какие-то, скажем так, объекты по боджине с ветходами, в случае, если цена была бы экономически обоснованная. Между прочим, и очень важно сказать, что сегодня Львову обходится вывоз мусора ни много ни мало, 800 гривен на тонну. То есть около 500 гривен за хранение и 300 гривен на тонну обходится дорога по Украине. То есть вот этот психологический барьер, который чиновники всех поколений боялись или не хотели преодолеть в цене, сегодня вот такой бедой и ценой, скажем так, того, что львовяне переживают этот кризис, как бы сегодня этот барьер преодолен. Сегодня вот 500 гривен по факту стоит вывоз мусора из Львова и 300 гривен стоит дорога, то есть по факту 800 гривен. За 800 гривен, если пересчитать тех же кубы и тонны машины, которые сегодня во Львове вывозятся, очевидно, можно было бы правильный объект обращения с отходами, можно было бы построить. Несколько слов хотелось бы сказать по поводу того, какой правильный выход из ситуации сегодня и что такое сегодня. То есть вот после этой пресс-конференции завтра мусор никуда не исчезнет, и мы бы очень хотели, чтобы в течение этой недели, потому что если раньше была какая-то возможность у львовян вывозить мусор, то сегодня ее абсолютно нет. И сегодня та точка принятия решений, тот день, вернее, когда нужно принимать критически правильное решение и решать эту проблему, потому что другого, это уже точка невозврата, другого порога в этом случае не существует. Улицы уже, скажем так, завалены. И следующая история, не дай бог, это, скажем так, эпидемиологическая ситуация в городе Львове, которую допустить невозможно. И мы еще раз со своей стороны обращаемся к мэрам других городов, мы обращаемся к гражданам других городов, которые становились в живые цепи. Если будет организован правильно цивилизованный способ вывоза мусора, и в ваш город привезут хотя бы одну машину раз в три дня с пометкой «Львовский мусор», и вы будете понимать, то ли это будет, может быть, я не знаю, под эгидой нашей ассоциации, либо там власть каким-то образом возьмет это на себя, и вы будете понимать, что это, ну, скажем так, цивилизованный вывоз мусора из Львова, пожалуйста, мы бы хотели просить вас, чтобы вы не противились этому, потому что завтра любой город Украины может оказаться в этой ситуации. Нигде нет нормальных, правильных полигонов, нигде нет нормальных мощностей по перерабатыванию мусора, нигде. И тариф, естественно, не позволяет. Поэтому вот наш призыв к населению Украины, чтобы мы все-таки доказали, что мы единая страна. В принципе, все, что мы хотели бы сказать, может быть, Любомир или Зинаида, дополните что-то. Добрый день. Меня зовут Любомир Копчик. Я являюсь генеральным директором компании «Авэ Умверд Украина». Это компания, которая является учредителем компании «Авэ Львилл», которая является одним из операторов на рынке мусора города Львова. Также у нас есть в группе компания «Авэ Коломия», «Авэ Ужгород», «Авэ Мукачево» и «Авэ Виноградево». То есть наша деятельность в трех захватных областях Украины. Мы в этот бизнес в Украине пришли в 2013 году, когда мы эту компанию купили у предыдущих австрийских акционеров. И это была такая покупка. Мы покупали одномоментно «Авэ в Чехии», «Словачине», «Украине», «Угорщине», «Румунии». Румунскую и венгерскую компанию мы продали, а оставили Чехию, Словакию и Украину. Украинская наша группа, а украинская «Авэ» наименьшая из нашей группы. И тем не менее мы его как бы имеем намерение развивать, потому что мы понимаем, насколько много работы в этой сфере в Украине предстоит сделать. Насколько необъятная ситуация, которая сложилась к сегодняшнему дню. То, что произошло за год в городе Львове, это большая школа и большой урок. То есть я хочу отойти, будучи уроженцем Словакии, и рожденным Словакией, и Словаком. Я никаким образом не хочу взять на себя, и все мои слова прошу так понимать, какой-либо, как бы поучать кого-либо, о чем-либо. Это, безусловно, страна Украина, и мы с повагой до этого относимся. Но когда мы пришли в этот бизнес в Украине, и начали вникать в то, что состояние, которое есть, то, что сказал Олег, нет ни одной, в принципе, ни одного объекта построено практически, или мы не увидели ни одного объекта построенного по каким-то нормативам. Увидели, даже в тех регионах, в которых присутствует наш бизнес в этом направлении, увидели целые районы, в которых нет услуги вывоза мусора, не предоставляется. То есть, к сожалению, в красивейших местах, туристических местах берега речек завалены кульками, когда особенно упадет вода, завалены кульками с мусором. Картина сложная и печальная. То есть, мы решили, что мы хотим здесь работать в этом направлении, мы готовы вкладывать здесь деньги в это направление. У нас нет задачи получить быстро дивиденды с этого направления в Украине. Мы в четвертый год являемся акционерами этой группы в Украине. Мы ни одну копейку с Украины не вывезли. А наоборот, вкладываем все, что зарабатываем, реинвестируем в технику и еще дофинансируем со своих средств дальнейшее развитие этих предприятий. Я могу очень долго говорить на эту тематику, поэтому я думаю, чтобы не занимать ваше время, возможно, не тем, что бы вы хотели услышать или спросить, я буду готов, безусловно, ответить на любые вопросы, касающиеся актуальной ситуации, как во Львове, так и в нашей компании. Всем добрый день. Зинаида Поддубная, генеральный директор компании Celtic. Вывозом отходов в городе Киеве наша компания занимается около 20 лет, 18 лет, если быть точным. За все это время мы прошли такой тернистый путь становления и прошли путь объединения с немецкой компанией. Мы надеялись, что вот придут инвесторы из Европы и помогут нам, расстелят нам там красную дорожку, нам будет легче, нам будет хорошо. Нет, пока сами мы не возьмемся, мы украинцы, я имею в виду, пока мы сами не возьмемся за то, что мы должны своими руками, своими силами сделать для своей страны, мы можем сделать немало. И если мы сегодня действительно все вместе объединимся и поможем львовянам, я не знаю, мы предприятие-перевозчик, каким образом мы можем легально помочь в утилизации львовского мусора, если у нас один единственный завод энергии в Киеве, и тот переполнен, через день там ломаются краны, ломаются погрузки, ломаются все, мы сами вынуждены возить свои отходы на пятый полигон, который сегодня также перегружен, который сегодня также блокирует жители Обуховской Рады. И мы не можем, сегодня у нас уже есть проблемы с утилизацией киевских отходов. Еще немножко, еще год-два, и эта же проблема, возможно, возникнет и в Киеве. Да, в апреле месяце были мы на заседании комиссии, на которой презентовали и Петр Пантелеев, и Евгений Русин, новую концепцию развития, новая концепция строительства, предприятий по переработке этих отходов. Но от этой концепции до окончания, до строительства, до построенного уже завода по переработке или объекта по переработке, целая пропасть. А все это время, мы каждый день, мы жители этого города, мы продуцируем эти отходы, и их нужно куда-то утилизировать. Поэтому, если мы все вместе с вами объединимся и каким-то образом мы поднимем этот вопрос, и будем поднимать его не от конференции к конференции, а ежедневно, мы будем говорить об этом, и, может быть, тогда нас услышат. Но пока, до сегодняшнего дня, нас не слышат. И все это можно будет сделать только в том случае, если захотите вы, захотим мы, и, конечно же, захотят власть для того, чтобы не повторилась ситуация во Львове. Это все, что я хотела сказать. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, готовы будем. Давайте, мы готовы к вопросу и ответу, которые вам нужны. Телеканал ЗИГ, Наталья Шумейко. То есть, самая главная проблема на сейчас, это еще, помимо вывоза мусора из Львова, поднятие тарифов, или как? Насколько вы хотите поднять тарифы? Потому что это уже заведомо известно, что люди сразу воспримут это именно так. Вот, допустим, те же киевляне, которым уже сказали, что будут повышать тарифы. Можно я отвечу на этот вопрос? Смотрите, на сегодняшний день все зависит от того, что вы хотите делать с отходами. Если вы хотите, чтобы было так, как есть, можно тарифы не поднимать. Если вы хотите, чтобы мы, или вообще в целом в Украине, скажем так, отходы перерабатывались или захоранивались цивилизованным способом, это стоит каких-то денег. Поэтому просто ложить в землю, а мы сегодня просто ложим в землю, стоит, извините, 3 евро за тонну. Если это положить мембрану на полигон, если полигон определенным образом, скажем так, потом рекультивировать и так далее, это стоит, ну, начинается от 30, 40, 50 евро за тонну. Поэтому все зависит от того, что хотят люди, чего хотят горожане. Просто на минуточку несколько цифр. Сегодня в Киеве, ну, скажем так, весь мусор из коммунальной формы собственности домов в среднем где-то 20 миллионов гривен в месяц стоит вывоз. И для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, 100 миллионов мы платим за, извините, пожалуйста, интернет. Вот просто 1 к 5. Но что такое заведенный кабель в квартиру, и по нему люди получают услуги, и что такое бачки? Которые нужно загрузить в машину, завезти на полигон и так далее, и так далее. Поэтому просто нужно понимать, с чем сравнивать, понимаете? И если в любой цивилизованной стране, которая начинается сразу, куда нас только сегодня пускают, начали пускать в Европе, это стоит 270-280 злотых, там больше, например, то можем продолжать в том же духе и действительно за 3 евро возить, или там 3 доллара как бы, и будет так, как есть. Спасибо. Ольга Бутко, Украинская радио. У меня вопрос к Любомира. Вы уже 4 лет в Львове. Чи можете вы детальнее рассказать, чем вы занимались все эти 4 лет? Это первое. И второе. На ваш взгляд, что можно сделать? Сколько на это, ну вот в такой ситуации, сколько на это педе денег и времени? Украинская радио. Спасибо. Украинская радио. 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 Почему у нас один первый стал основным фигурантом этого действия? На сегодняшний день мы, как акционеры, пытаемся разобраться в ситуации, которая склалася на этом предприятии. Мы начали сотрудничать с юристами, с аудиторами. Мы должны сделать свою позицию. Я не готов на данный момент ни махать саблею, ни миловать, ни карать. Не знаю. Розбираемся в этом, чтобы выйти на детальную информацию. Что делать? В Львове конкретно? В целом? Я сейчас скажу, знаете, я коротенько. Мы работаем в Захидном Закарпатте. Мы монопольные операторы по Ужгороду, по Ужгородскому району, Мукачеве, Мукачевский район, Винограде, Хуст. Мы сегодня имеем проект по строительству смятепереробного комплекса, включающих захоронения. На жаль, в дискуссию около побутового смятя в Украине зачастую много непрофессионалов вступает. И начинают рассказывать такие, извините меня на слове, байки, что иногда тяжко это слушать. Смятя и отходы, и поводжение с ними – это эволюционная ситуация. Я много лет живу в Украине, поверьте мне, что я абсолютно проукраинский, патріотично настроенный человек. Хоча, как я сказал, я и Словак, родился Словак. И, ну, у меня тут ростут две доньки, и я абсолютно за Украину. Но это не означает, что не нужно говорить правду, если что-то не так. Понимаете, в этом состоянии сегодня в Украине можно увидеть место технологии, которые себе позволят. Если сегодня нет денег на мерседесе, то не могут все ехать на мерседесах. Если сегодня нет денег на спалювание, то, как он знает, прекрасно он поездил в пів света. Сколько это стоит, какие государства себе это могут позволить. Но нет экономического сегодня с места в спалювании. Носятся скрізь, скажу, по целой Украине, проектами, спалювати будем завтра усі. Не будем спалювати, або хто за це буде доплачувати. Бюджет такий чи иначе. Сьогодні, наше переконання, Україна собі може дозволити. Навіть собі не можем дозволити сортування, там, знаете, якщо в документальних фільмах видно, з датчиками, сенсорами, з лазерами. Оце коштує теж десятки мільйонів євро. Немає економіки, хто вкладе такі гроші в таку переробну лінію, щоб вона в якийсь розумний час повернулася. Можемо собі дозволити сьогодні в Україні нормальну, умовно кажучи, середнього класу, сортувальну лінію переробку тих відходів, які можеш переробляти, чи пластмасу, чи пеліетилен, потрібнювати, робити ту гранулу, з того продавати і таке інше. Біомасу відокремити. Що не зможемо переробити, маємо гарно ущільнити і правильно побудований полігон захоронювати. І правильно це робити по всім технологічним картам, з пересипанням і таке інше. І здати потім цей полігон в такому вигляді, щоб там травичка була буквально у сенсі, і ходили люди на пікники і не знали, що там колись був полігон. Це те, що сьогодні собі може дозволити Україна. Дасть Бог поможе, ми в Закарпатті зрушимо цей проєкт. Ми плануємо цього року, ми вже вибрали там, пропрацювали ділянки, вибрали ділянку, яка підходить, зробили геологію, геодезію, всі підготовчі роботи, в принципі ТО, проходимо всі необхідні процедури. Базова вартість такого об'єкту, з такою комплектацією, яку я вам назвав, його потужність ми розраховуємо на 100 тисяч тонн в рік, це є половина того, що потрібно Львову. Вартість цього об'єкту, окомплектовану розумною технологією, мінімум це є 10 мільйонів євро. Ми готові залучати такі гроші, ми готові вкладати свої гроші, ми в активному діалозі з європейськими банками, які, в принципі, готові давати на розумну технологію, яка має економічний сенс, не має політичний, популістський, економічний сенс і не очікує доплат з бюджету, ці гроші реально вкладати в Україну. В принципі, гроші для України є, є гроші для екологічних програм в Україні, і наша компанія готова вкладати ці гроші. Ми маємо надію, що нам вдасться на Закарпатті показати, як це може, як це має бути в найближчому часу. Дякую. Ще раз телеканал «Сік». Скажіть, будь ласка, просто цікаво, як ви оцінюєте ту ситуацію, яка зараз відбувається під адміністрацією президента стосовно цієї ж тематики в Верховній Раді? Що це? Це якось допомагає, не допомагає вирішенні реально проблеми? Дякую. Знаєте, яка ситуація? Скажімо так, ми вважаємо, що то є абсолютно екологічною ситуацією. І то є ситуація, яка має вирішуватися господарським шляхом. І то не може бути... Чим менше політики буде в цьому питанні, тим краще і швидше розв'яжеться це складне дуже питання. У нас, на превеликий жаль, ми сьогодні дожилися в країні, коли кожен начальник ЖЕКа бачить себе політиком, кожен абсолютно. І ще в нас дуже багато великих спеціалістів, які читали в інтернеті про те, як переробляти сміття. І за те, що вони знають, що завтра за півдня можна побудувати завод, і ще можна досить багато на тому заробляти, при тому, що він буде задарма приймати сміття. Такого не буває. І ось ці люди, які сьогодні, скажімо так, начиталися інтернету і ще якимось чином обізнані в цих питаннях, на превеликий жаль, дозволяють собі з різних кутів, боків і трибун висловлюватися з цього питання. І це нам заважає. Фактично це заважає, на сьогодні в 28 градусів жари, це заважає львів'янам. І тому нам би дуже хотілося, щоб тут втрути просто простий, зрозумілий, господарський, екологічний шлях розв'язання цього питання, який спрямований на те, щоб зробити, щоб людям було краще. Давати оцінку політичним діям, політикам чи ще комусь, то не є скорочення дистанції вирішення цього питання, то є подовження. Ми би хотіли скоротити цю дистанцію саме в головах українців. Ми би хотіли закликати їх на те, щоб українцям це стало нецікаво. Щоби стало нецікаво, які політики, з яких трибун говорять про ці чи інші речі, а щоб стало цікаво, чи в їхнє місто привезуть раз у три дні машина сміття, чи не привезе. Ось це має бути цікаво. І коли будь-яким, скажімо так, любителям поговорити з цього питання, не буде в них аудиторії і публіки, це питання, воно швидко почне вирішуватись. Тому я би закликав людей, щоб вони, скажімо так, звертали увагу на тих людей, які фізично, фактично, сьогодні пропонують шляхи розв'язання, а не якихось піар-заходів з цього питання. Ось таке наше відношення. Якщо запитань більш немає, то, в принципі, є ще запитання. Питання є. Олег Пустовід, представництво... Трошки голосніше. Олег Пустовід, представництво австрійської компанії Red Wave. Компанія Red Wave пропонує обладнання для заводів, для переробки в так званий сухий стабільний залишок, тобто РДФ, якщо доводилося чути про це. Ось, є чимало потенційних проєктів, де бракує у місцевої влади чи підприємців, які хотіли б взяти участь в цих проєктах того власного капіталу, який необхідний для отримання кредитування. От ви всі троє промовців казали, можливо, ми якимось чим взяли б участь, то, можливо, ваші активи, якщо є бажання поспівпрацювати, могли б посприяти місцевим владам автомобілі чи інші техніки, яка у вас є, з тим, щоб назбирати ті 10-15%, які необхідні для того, щоб отримати фінансування. Інша справа економіка, те, що казав пан Любомир, треба рахувати. В середньому десь 50 еврів коштує переробка тони сміття. Але питання в тому, що ми отримуємо. Спалити коштує значно дорожче. А оцей ярдепт я можна складувати і доправляти до місць, де можна його спалити, звичайно, в спеціалізованій, точніше, в спеціально виготовленій печі. Тобто, не всякий казан для того придатний. Ось, і питання теж пан Любомир згадав, що на 100 тисяч такий завод коштує десь 10 мільйонів, щоб потім треба було б захоронювати. Але питання не вирішується з утерізацією. Можливо, в РДФ, і в цьому у нас є напрацювання, де є споживачі цього РДФ. Тобто, трохи довший ланцюжок цього бізнесу, але який допомагає майже під нуль вивести оцю утерізацію. Можливо, є про що поговорити? Ми вас дуже запрошуємо до себе в асоціацію. Олександра має наші візитки. Запрошуємо, приходьте, будемо з цих питань. Ми відкриті до будь-яких переговорів і технологій. Наприклад, великий жаль, нам Інтерфакс здав за гроші цю аудиторію не для того, щоб ми так з вами спілкувалися. Ми маємо можливість поспілкуватися в себе. Дуже вас запрошуємо. Ми готові будемо поговорити з цього питання. Хто ще має якісь запитання? Тоді дуже вас дякуємо. Цей сонячний день сьогодні краще.